Жил в Курятнике, а работал за еду. Под угрозой расправы житель Макеевки несколько месяцев провел в заточении у цыганской семьи из Таханова. Неизвестно, чем закончилось бы для невольника его рабство, если бы к его хозяевам случайно не зашли следователи. В темном Курятнике на куче хлама здесь несколько месяцев жил невольник цыганской семьи. Раба милиции обнаружила случайно, когда проводила обыск по делу об исчезновении жительницы Таханова. Курятники, пух, куры, лазают, как это. Курятники, грязно. Караул. Ему 58 лет, он родом из Макеевки, семьи нет. Говорит, что в Таханово его привез знакомый из Янакиева. На переезд Владимир согласился, потому что ему обещали заработок. Однако на деле мужчине пришлось работать за еду, а кормили его хозяева скромно и не чаще двух раз в день. Заставляли работать, как из Сакатову. Тягать с лакоблоки по 52 килограмма каждый. На побег, рассказывает Владимир, он не решался, потому что боялся за свою жизнь. В милицию обратиться, где куда запугивали. Говорит, если пойдешь, прибьем. Бывших рабовладельцев Владимира милиция подозревает в торговле людьми. В ходе проведения обыска по розыску убийства пропавшей Стахановчанки в Курятнике, одного из частных домов с сотрудниками уголовного розыска, был обнаружен житель Донецкой области, которого обманным путем привезли в город Стаханов, забрали документы и заставляли в плане хозяйственной работы. Избивая и урожая при этом. В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас освобожденный пленник переехал в общежитие. Горсовет Стаханова предоставил ему комнату. Елена Витых, Татьяна Пагукай. Специально для телеканала «Донбасс».